Приветствую вас, и первое, что нужно сказать, это такое небольшое предисловие. В психологии не принято работать через третьих лиц. Это считается непрофессиональным, отсутствует прямой контакт с человеком, которому нужна помощь. А благодаря субъективному восприятию третьего лица, посредника, искажается смысл того, что вам скажет эксперт, и что вы скажете своему мужу. В результате даже верная рекомендация может не помочь, потому что она исходит не от прямого контакта. И это существенная проблема. Тем не менее, я понимаю, что ваш мужчина не признает проблемы, не признает того факта, что ситуация сложная, и вам нужно что-то делать. И понимаю, почему вы просите помощь, и поэтому стараюсь вам помочь. Начнем, пожалуйста, с того, что депрессия, как вы ее называете, это психическая заболевость. От него диагностироваться врачом, желательно отчеством, врачом-психиатром. При депрессии назначается соответствующее лечение, в том числе и медикаментозное, чтобы устранить негативные установки, являющиеся корнем депрессивного состояния. Если такого диагноза нет, то о депрессии говорить нельзя. Можно говорить о разочаровании мужчины в своих целях, в идеалах, в стремлениях, способностях, в желаниях. И при этом, при этом, в его понимании того, что вы, являясь его женщиной, да, ему поможете. Что вы справитесь, что вы сможете вытянуть положение, сделать его более, скажем так, приемлемым. Соответственно, для того, чтобы помочь мужу, а помощь в данном случае заключается в том, чтобы он захотел, захотел что-то делать. Так вот, он не захочет, пока все, что его окружает, в том числе и вы, будет его устраивать. Только недовольство своим собственным положением на критическом уровне, только опасение потерять самое дорогое, допустим, вас, будет простимулировать мужчину на то, чтобы начать что-то делать, чтобы захотеть что-то делать. В противном случае, человека нельзя заставить что-либо желать. Как бы вы ни говорили, какие бы вы слова ни использовали, если мужчина не хочет, не верит в себя, то насильно его не заставишь никак. И, как итог, вам необходимо перестать жалеть мужчину, перестать обновиться к нему с послаблением. Один раз сказать, что, да, потери были серьезные, да, ему пришлось многое перелить, но он мужчина, во-первых. И, во-вторых, очень важно, чтобы трудности показывали слабые места человек впоследствии для того, чтобы эти слабые места устранить. Допустим, допустим, предал друг. Это означает, что друг таковым не был, либо был слабым. Соответственно, это опыт. С такими людьми больше не связываться. Потери, крах, неудачи, все это следствие каких-то действий самого мужчины. Соответственно, нужно извлекать опыт, и такого больше не повторять. И если мужчина этого не делает, то у него есть на это стимул, и этот стимул, скорее всего, вы. Вам может опереться на вас. Вот что не дает мужчине начать что-то делать. Вот что не позволяет ему двигаться вперед и преодолевать свои ошибки. Соответственно, вам нужно сказать ему, что, прости, дорогой, терпеть я это не хочу. А вот дайте ему время, определенное, скажем, несколько месяцев, для того, чтобы он начал что-то делать, чтобы вы увидели. А в противном случае скажете ему, что от него начнете уходить. Что будете от него уходить. И если он вас любит, если он дорожит вами, он начнет это делать. Если, соответственно, нет, то не начнет. И это будет показатель его чувств к вам. Это будет показатель того, насколько искренне он к вам относится, и насколько взаимны ваши чувства. Потому что, если они взаимны, то мужчина будет что-то делать, и вы сохраните свою семью. Если нет, то лучше вам об этом узнать как можно раньше, чтобы своевременно отпустить, жить дальше, и не жалеть потраченного впустую времени. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok